Всем привет! Всех с 1 мая. Я уже приехал, я уже разместился, да, ночую в Париже. Правда, за окном сейчас солнце, но там очень холодно. Я знаю, что в Белгороде сейчас намного холоднее. То есть я выезжал, там дожди, здесь дожди пока нет, небо чистое, но по прогнозу здесь будет то же самое. Ну что ж, с погодой не повезло. Хорошо, что взял из гаража обогреватель. Я эту фишку уже знаю. Отключают отопление, приезжаешь на квартиру и трясешься, поэтому подтапливаю. Ну, пока все хорошо. Пока погода еще не испортилась, но уже есть предпосылки к этому. Хищник же должен активироваться. Сейчас попробую сына приобщить к спиннингу, посмотрим, понравится ему или нет. Первая рыбалка. Ну что, тебе понравилась рыбалка? А где ты вычудился, Степа? Не знаю. Поймали что-нибудь, к сожалению, да? А что уезжаем-то? Подожди саду, а значит. Да, начинается дождь, все, мы теперь уезжаем. Ну ничего, еще успеем поймать. Садись. Обрызгало, дождь уж идет. Садись. Чтобы рыбам не было ничего подозрительного. Да, чтобы рыбам не было ничего подозрительного. Вот так придешь рыбку половить. Я вернулся в прошлый век. Иду брать мод. Думал, сейчас по делам немножко другим прокатиться. Но зрела вот в руках штуковина одна. Надо найти ее аналог. Надеюсь, что найдется. Чтобы потом мне пришлось изобретать всякий колхоз по внедрению нового в старое место. В неравном бою была одержана победа над Шершнем. Он залетел в тот момент, когда я начал переодеваться. Почему держу в пинцете? Потому что он периодически еще дрыгался. И при каждом дрыгании он пытался, смотри, задницу там жалобом. Тык-дык-дык-дык-дык так активно пытается еще ударить. Заскочил на почту, получил вот целую сумку посылок. Так, это для мотоцикла с сайта Емото. Заказывал 7 апреля, а получил сегодня, 6 мая. То есть целый месяц. Но, как бы знаете, это никуда не годится. Такие сроки. Из Китая быстрее доходят посылки. По-моему, вот эта как раз таки дошла. Да-да-да, я еще туда прощупал шарики. Пришла долгожданная маска, полностью прозрачная. Теперь я могу ездить и ночью. Там темнеет, кстати, хочу поехать попробовать. Пришли вот такие снасти. У меня тут похоже две штуки, что ли. Ладно, потом разберусь, сколько их тут. И пришел комплект. Это вот сургуч кусок. Это сургуч таблетками. Ложка сургучевая. Есть ли я печать? Какую-то важную корреспонденцию буду опечатывать. Самое прикольное то, что вот хотел же, что же футболочки. Лето начинается. И вот они пришли. Да, то, что я хотел. Как раз синтетика. Я хотел именно синтетическую, а не хлопковую. Еще на обороте. Самое клевое то, что я с размером угадал. Я вообще реально доволен футболками этими. Так, надо запомнить вот этого продавца. У него принт самый яркий. Из тех, которые предыдущие немножечко отличаются от превьюшечки. Поставил мод, только отошел. Слышу, бум, упал в песок. Подножка уходит. Вообще жду подножку из Китая. Но пока вот, вот такое простое решение. Чтоб мод не падал. Просто баклажку нашел здесь и поставил. А приехал, приехал я на Северский Донец. Ничего запыхался, потому что дошел уже туда. И бежал обратно к моду поднимать его. Потому что бенство вытекает с бака. Там же все не герметично. И здесь, ну конечно же печаль. То, что кругом мусор. Вторая печаль, то, что вот здесь перегороди жена, перегорожена. А, здесь канал такой сделали. Ну тут уже частные территории. Все, зараза, собственники. А так вообще, думаю, приехать порыбачить. Блин, я хочу рыбалку возобновить. Здесь пока вот бесплатные места. Поэтому сюда можно ехать. Плотва, уклейка. Развлекаться таким образом. Такая погодка, не жаркая. В тенечке сел и шируешь. Смотри на том берегу и на этом берегу. И я хочу. А сейчас будет портиться. Надо будет просто вылучшать моменты. И со спиннингом. Я раньше это очень сильно любил. Наживку готовить не надо. Все готово. Схватил коробку с блеснами, спин, катушку. Примчал, развернулся. Все, ты готов и пошел. Весьма возмутительную вещь я обнаружил буквально вот на днях. Оказывается, что вот здесь, прям в жилых дворах, после того, как построили фитнес-центр, не знаю, работает он или еще, или не работает. Выезжаю, наблюдаю. Вон она там, табличечка. Вот эта. Которая написана. Вы выезжаете из зоны платной парковки. И вот здесь кончается жилая зона. И вот он, знак стоит. Что уже парковка платная. То есть люди, которые жили в этих домах, раньше нормально пользовались парковкой. Вот, пожалуйста, опять еще один знак. Вот эта вся парковка. Она существовала, существовала. А теперь она стала платной. Здесь еще пока... Тут я не вижу второго знака, выехал я или не выехал из зоны платной парковки. Но я даже не знаю, как это комментировать. Я понимаю, где-то там в центре. Я понимаю, в городе, в самом. Но это спальный район. Это уже... Как это назвать-то? Пока сходил в магазин, прошел какой-то странный дождь. Вот не только на моей машине, но на соседней тоже. Вот такой прям налет белый. То есть, либо это наш цемзавод постарался, либо вот в облаках что-то еще было, пыль какая-то. Потому что она легла вот на всех черных машинах. Ее очень хорошо видно. Сегодня 9 мая. День Победы. Я традиционно смотрю утром парад. А вечером, вечером еду в гости к друзьям. Шибейкина. И думаю на обратном пути заскочить на водоемчик. Сейчас отберем... Вот у меня тут пустая коробка. Есть блесенки. На которые я буду возлагать завтра надежды. И попробуем. Да, но я сейчас пересмотрел концепцию поездки. Поеду на мотоцикле и спиннинг сам я забыл. Взял с собой приманки, все взял и уже надо ехать. Поэтому без рыбалки завтрашнего. Ну, либо потом уже специально заскочу, возьмусь и езжу. Проезжая мимо аквапарка, решил заснять текущий ход строительства. Шли разговоры, что уже в начале июня его должны будут открыть. Однако я смотрю на прилегающую территорию и на сам аквапарк, но вот как-то какая-то аура готовности в него еще пока не присутствует. То есть я думаю, что может быть этим летом, но не в начале лета. Прикольно. Ведь буквально сколько тут, да пару недель назад еще ничего не цвело и листвы было мало. А уже вон одуванчики отцветают. Некоторые деревья отцвели. Буйствуют каштаны, буйствует сирень. Короче, полное буйство идет. И буквально сейчас вот уже туда-сюда июнь все это дело начнет грубеть, пылится. Уже листва не такая свежая. Ну и так каждый год, в общем. Так, а я, куда я направляюсь? Я глянул в окно. Там вон там тучи такие заходят интересные. И думаю, бель-то сейчас рыбка должна поутихнуть, а хищник наоборот активироваться. Потому что дождик скоро должен пройти, давление туда-сюда скачет. Вон в зеркало смотрю, там вообще все темно. Думаю, ну сколько успею, столько моего и будет. Второй спиннинг достаю. Уже не микруха это, это уже погрубее. Правда, китаец Азор. Ну, посмотрим. Тоже там часть китайских блесен. И посмотрим, что будет. Учел, не учел. Я, наверное, только один момент. То, что сегодня здесь очень много отдыхающих. Вот что. Поэтому все места сейчас будут заняты. Ну, ладно, будем находить. Отдыхающий фиг с ним, рыбаков-то тоже немало. Ну, что ж, с дождем мне повезло, не намок. Я смотрю, все еще собирается. Хотя были тучи, чуть-чуть покапало и все. Что касается рыбалки, ну, с рыбалкой тоже не сильно-то и повезло. В принципе, все подробности у меня в инстаграме, сториз, лента. Я там все выкладываю. С тех пор, как я перешел на ежемесячный выпуск влога, ну, это первый опыт, первый месяц, как-то реже стал я даже за камерой тянуться. Во-первых, стал пропускать некоторые события, потому что камеру стал забывать. Во-вторых, начал подумывать, а зачем? Ведь есть инстаграм, есть сториз, я могу все размещать там. Вот он, мой влог. Какой же все-таки кайф, когда гараж открываешь, а там такая погодка. Шашлычка хочется, хочется шашлычка. Ну, сейчас, кстати, пересяду на него снова. Что еще сделано было, блин, сейчас не помню. Ну, вот, студию, это уже третья, у меня одна дома, одна вот здесь, ковер могу вешать, и уже решил третью, потому что вот стол, в принципе, можно его разложить. Свет вообще из всего, вот просто, вот все, что в гараже понаходил, просто со всего подскручивал. И вот это вот, такой вот еще у меня антураж, да, если все выключить, такой интим. Ну, будем пробовать настроение менять. Коврик, коврик мне и нравится, и не нравится, слишком пестрый в кадре. Может быть, куплю еще полотно, и попробую булавками его завешивать. Кстати, может, прямо сейчас и заеду. Сегодня только 7 километров прокатил, сбрасываю счетчик на ноль, ставлю коня в гараж, потому что, потому что вот такая вот беда. Видите, курка не хватает. Ехал, впереди идущая машина, из-под нее люк выскакивает, неожиданно для меня. Насколько смог, успел сманеврировать, но падение не избежал. Там как раз ремонтной дороги, просто под маневр подскользнулся на ощебне. Падение неудачное, как раз попало на курок, сплав вот такой, хрупкий здесь, и не варится ничего, отломился. Будем искать, будем искать все это вместе теперь, как это все поменять. О да, радость, радость, радость. Вот он, мой поломанный курок. И вот он новый. Ну и фиг с ним, что черный, зато вообще подошел хорошо, практически прям без доработок. И он от Кавасаки. И по-моему, он, наверное, все-таки дюраливает. Если что, он теперь у меня будет гнуться, а не ломаться. Если честно, то мне, моя студия в гараже, нравится все больше и больше. Я заехал, купил еще черный габардин, повесил, и вот теперь у меня такой тоже черный фон. Коврик это прикольно, но он слишком пестрый, и как бы, ну, тема ковров, шутки, мне кажется, уже хватит. Сегодня съемка про Димексид, и еще хочу выскочить. Ладно, если выскочу, покажу. Я все-таки приехал сюда. Это мое место. Это мой испытательный полигон. Это место тайное. Хотя я видел следы других людей, которые здесь находились, пребывали. Но вот сейчас трава. Я здесь только на машине проезжать мог. Сейчас уже на Моте сюда нашел способ добраться. Непролазные дебри, поэтому сюда никто просто так не попадает. И я уже тут могу хранить кое-какой свой инвентарь, проводить съемки. Никто мне тут не мешает. И идея. Идея какая? Идея та, которую я давно хотел сделать. Это стихийный огород. Я уже начал там, посадил чеснок. Сейчас я взял еще с собой семена. У меня тут горох, тыква, кабачки и огурцы. Вот еще. Тут огурцы любят тень. Я им это все создам. Ну, сейчас попробуем. Например, тыквы я посажу, вот где вот уже кроты разрыли. Огурцы где-нибудь запрячу там дальше. Горох. Ну, сейчас где-нибудь разрыхлимся. Что там у меня еще? Кабачки. Кабачки это вообще такая тема, которую тоже можно сажать, где вот кроты разрыли. И потом приходить и собирать урожай, если, конечно же, он будет. В общем, смысл просто чисто вот посадить семена на выживание. В этом и смысл стихийного огорода. И мне интересно, что из этого получится. Если что-то будет получаться, я эту тему буду развивать дальше. Ну, а вы можете следить за ходом событий на моем канале. Значит так, буквально вчера я просто камеру забыл. Поставил бочку, наконец-то я себе вижу уже, что надо удлинять немножечко там желобок и отсюда желобок еще один дополнять, чтобы все это дело работало. Хотя, вот посмотрите, она уже полная. Но это полная, потому что сегодня вот такой ливень прошел. Я сейчас ехал, конечно, прям под сам в него не попал, но даже последствий мне хватило. Вон, одуванчики повымывала. Здесь бы как-то прикуриться бы еще тоже. к этому делу. Я вот думаю, может где-то засверлить отверстие, еще одну бочку впендюрить. Мойка будет вообще отличная. Хотя и там тоже сколько-то? 150-200 литров. Я думаю, хватит. Сейчас как раз водичка отстоится, можно машину будет подогнать и помыть. Да и мод можно вымыть, кстати, тоже. Сделал вывод, что под дождем лучше просто так ехать, чем вот эту вот хрень надевать, которая вроде как плащевка от дождя, но она промокает. Вспомнил про вожака, про которого я забыл. И кожа, вроде бы да, она все равно промокает. Ну а мод тут проверил вся электрика, он даже с музыкой работает, хотя вода сейчас, дождь хлещет. Вот такую штуку решил испытать. Вообще тут не сказано, при каждой заправке или это разовая на какой-то пробег. Я раньше другие присадочки использовал, там было ясно, что там где-то на 100 тысяч пробега. Но попробуем. Типа защищающая, смазывающая, да, тут заклеена, как она называется, добавка, короче, для дизельного топлива. Честно, я оценил наличие бочки. Она наполняется вообще сейчас, дожди идут каждый день, поэтому машину мой, техническая вода есть, сейчас дожди пройдут, мод выгони, мод намывай. Это очень удобно. Сделал снизу вот такой дренаж себе еще я. И в общем, это если надо технической воды вот этой набирай. Можно в гараже мыть полы. Что я раньше, не, я раньше хотел, все время не находил. Это взял, просто день отдал и сделал наконец-то. Сейчас, друзья мои, приехал я, когда-то здесь был, раньше я. Это вот рыбхоз река Северский Донец. Если видно, там вот толбы, все затоплено. Тысячи гектаров, ой, гектаров. Ну, не знаю, что-то мне сказал там мужик, что тут у хозяина до хрена, до хрена уже этой воды. До хрена, до хрена рыбы. Когда-то была платная рыбалка, но теперь это все дело отменилось. Если видно, вот там, между двух деревьев стоит ласка на воде. Вот приехал я ее сфотографировать как раз таки. Фото поближе и все остальное можно будет найти у меня на стене, у меня в группе. Группа Димана Мановарова. Она vk.com Dimanspace. Либо в моем инстаграме. Кстати, я смотрю здесь земляника прямо под это. Так, стоп. Это ж можно вот здесь по склонам туда землянику собирать. Стопудово. Раз у нас здесь есть, то и там. Вот так вот приезжаешь за одним, находишь другое. Маленький релакс в дороге. Мороженое и уточки. Хо-хо! Долгожданная радость. Горячую воду дали. Помните, я в апреле решил проблему? Ездил, точнее, решал, решил ее. Так вот, проблема не решилась. Я сейчас опять снова еду в Москву. А на Баблокаре у меня уже всякие еноты были и прочее. А теперь у меня вот такой пассажир. Похоже на ежика, но это не ежик. Зайчики. Маленькие у меня в количестве двух штук. где ты? Опять отвернулся. Вот они. Я нашел способ, как вот тут отогнуть. Вот оно. Заяц. Ладно, мы не будем тебе лишних стрессов устраивать. Тебе там еду положили, солому положили. Лежи. Сейчас будем ехать под хорошую музыку, но не громко. Все. Я прибыл. Сейчас размещаюсь. Все остальное. И, в общем-то, на этом заканчиваю первый пробный месячный влог. Соберем, Посмотрим, что получится.